Доброго времени суток! Поздравляем с церковным праздником! Святые память которых в этот день празднует Святая Православная Церковь! Молите Богу о нас! Наши зрители просят, чтобы мы сняли постельное видео. Да, пожалуйста, получайте постельное видео. Да, мы сейчас в нашей постели снимаем видео про благодатный огонь. Который сходит в Иерусалиме в храме гроба Господня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Уже не сходит никаким чудесным образом. Об этом и поговорим. У нас на эту тему как раз вот такой реквизит есть. Такая свечка. Странная свеча. Да, которая взяла свечка, которая необычным образом согнулась. Ну, как-то странная. Да, вот была еще вчера, стояла вертикально, а сейчас взяла и согнулась. Чудо. Это какое чудо? Так. Приближается Великая Суббота, и православные из РПЦ с надеждой и страхом ждут схождения благодатного огня. С этим чудом связаны легенды о том, что если огонь чудесный не сойдет, то придет сразу Антихрист. Однако церковники укавят. Огонь есть, а чудо нет. По вступлению может это выглядеть, что видео это о заговоре масонов. Ага. Ага. А еще сатанистов и рептиоидов. Нет, на самом деле это видео про науку. Интересно. Чудом в религии называют нарушение естественного хода вещей по сверхъестественной воле Бога. Другими словами, чудо это то, что наука не может объяснить как минимум на тот момент, когда чудо считается чудом. Благодатный огонь у греков и армян. Это называется святой свет. Это огонь, выносимый из гроба Господня на особом богослужении, очень торжественном. В совершаемом ежегодно Великую Субботу, накануне празднования Пасхи по юлианскому календарю, в храме Воскресения Христова в Иерусалиме. Вынос этого огня символизирует выход из гроба света истинного, то есть воскресшего Иисуса Христа. И правильно называть его не огонь, а все-таки свет, потому что Иисус Христос для христиан это свет истины. В 5-7 веках в Иерусалимской церкви, согласно армянскому переводу Иерусалимского лекционария, пасхальное бдение, то есть вечерняя и литургия Великой Субботы, начиналось с древнего обряда вожения вечернего света. Однако, начиная с 9 века, источники сообщают уже не просто о благословении вечернего светильника, но о схождении благодатного огня, как о чуде, то есть огонь зажигается или сам, или его зажигает ангел. Именно как о чуде, о благодатном огне, до сих пор говорит наша любимая РПЦ. Ну, вот как получилось. Сначала честно называли религиозные обряды своими именами, но в какой-то момент решили, что если их оформить как чудо, то это будет более прибыльно. Ну, они чего-то там наизмеряли, в общем, предположили, что причиной возгорания свечей может являться электрический разряд. Изготовитель аппаратуры, кстати, кандидат физико-математических наук, некий Андрей Волков, защищая свою научную репутацию, справедливо заметил, что по одному опыту выводов делать вообще-то нельзя. Но только почему-то повторения подобных экспериментов не было. Вероятно, потому что здесь работает какая-то особая православная наука, не признающая научные принципы. Православная наука. Ну, один из признаков научной объективности, это чтобы исследователи не были заинтересованы в результатах эксперимента. Ну, а что говорит обычная неправославная наука? Ну, а что может говорить обычная неправославная наука? Она по-прежнему занимается выработкой систематизацией объективных знаний о действительности путем сбора фактов, систематизации, критического анализа. Это явление благодатного огня обладает научным принципом фальсифицируемости. А, принцип Поппера? Ну, он самый. Чудесное явление благодатного огня можно опровергнуть, если его можно получить естественным путем? А как это? Ну, один молодой человек, возможно, даже не из научных побуждений, а чтобы посмеяться над христианской верой, смоделировал весь процесс получения благодатного огня, который происходит на Пасху в Иерусалиме. Но только в другой день и в другом месте, в своей комнате. Добрый день, уважаемые дорогие христиане! Сегодня ко мне пришла такая мысль в преддверии Пасхи, что если храм Воскресения Господнего находится, пусть даже в Иерусалиме, то он же находится и на земле, на нашей планете. И выходит, что неважно, в какой точке планеты я нахожусь, он как бы освещает весь земной шар, освещает. И вот что я подумал, почему бы не вызвать благодатный огонь дома, то есть в домашних условиях, и не дожидаться Великой Субботы. Я покажу вам, вот где я буду его вызывать, в своей комнате. Пошли со мной, я покажу вам, что там нету никаких спрятанных вещей, то есть спичек или ещё чего-то. вот моя книжная полка, вот. То есть вы можете видеть, ничего нет такого, чтобы можно было зажечь. Вот, икону обязательно, вот если у меня иконы пока все в стирке, то есть поэтому я включил в компьютере. Можете посмотреть. Можно и так тоже включить, если вы хотите вызвать огонь у себя дома. Что ж, давайте приступим к практической части. Значит, да. Я, как вы видите, я снимаю всё одним дублем, чтобы не было никакого обмана, как и во всей нашей религии. То есть у нас всё строится на правде. Я покажу вам сейчас, как и в самом деле вызвать благодатный огонь. Вот свечка, это единственное, что я с собой туда беру. То есть у меня ничего нет с собой. Я могу показать. Вот. И в этом кармане, и в этом. В этих тоже карманах ничего нет. Вот. Вот этом тоже ничего. И вот этом. Вы, наверное, обратили внимание на вот эту трещину в штанах. Там история с молнией, я позже расскажу. Она длинная. Ну что ж, приступим. Инцентрию. Снизошёл огонь благодатный. Праздник у христиан. Особенно у меня. Потому что в этом году я первый его, ну не то что призвал, но в общем понятно. Я покажу на практике его волшебные свойства. То есть все знают, что благодатный огонь, настоящий благодатный огонь, что он не обжигает. Вот, пожалуйста. Вот, видите, то есть никаких ожогов на руке. И вот, как умываются благодатным огнём. Вот, тоже никаких поражений. То есть я могу сказать, что это абсолютно, вот видите, абсолютно благодатный огонь. Может даже поблагодатнее, чем, ну, понимаете, да. Вот, вот, спасибо вам за внимание. Хочу передать привет всем христианам, всем православным, особенно людям. Вот, атеистам я хочу показать им православный вот факт. Вот, получите. Что ж, друзья. Христос родился, восславим же его. До свидания. Он сначала заснял на видео свою комнату, показал, что там нет никаких зажигалок или источников огня. И даже вывернул все свои карманы, показал, что там тоже пусто. Ну, потом зашёл в комнату со свечкой, чего-то там поделал. Выходит, свечка горит. Он там ещё рукой над огнём провёл, не обжигался. По шее тоже себе огнём провёл, тоже не обжёгся. Да. Его исследование, пусть даже оформленное как насмешка, выглядит более серьёзно и убедительно, чем измерение электрического поля рядом с храмом. Особенно группой лиц, заинтересованных в получении определённого результата. Странно. Произошло ужасное для мракобесов событие. Публикация успешного эксперимента по получению богодатного огня. Опубликовано подтверждение воспроизводимости данного, якобы необъяснимого наукой, явления. И теперь сторонники чуда о благодатном огне, чтобы сохранить своё право на научность, обязаны ответить, показав ущербность произведённого этим молодым человеком эксперимента. Например, разместить в кувуклии видеокамеры, которые будут держать в поле зрения постоянно вот эти свечи, которые в руках у патриарха. И технически это возможно и активно применяется даже в простом банальном бизнесе. Однако для науки недостаточно результатов эксперимента. Нужно ещё и аргументированное теоретическое обоснование. И таковое имеется. Причём в нескольких исторических текстах, некоторые из которых перечислены в Википедии. И доступны любому здравомыслящему хомо-сапиенсу, интересующемуся данной темой. Это теоретическое обоснование повторяется из источника в источник неоднократно. И звучит как наличие горячей лампады в кувуклии. Интересно. Самое интересное в теме благодатного огня, это то, что научное опровержение чуда и публичное обвинение церкви во лжи не может отвратить от веры нормальных, то есть понимающих свою веру христиан, таких как мы. А может только появить им интерес к изучению науки, сделав тем самым разносторонне образованными людьми. Потому что христианская вера это о том, что на Пасху Христос воскрес, а не о том, что самовозгорелась или не самовозгорелась свечка. В общем, мы авторы этого видео, убежденные православные христиане из РПЦ. Но недавно мы еще стали популяризаторами научного взгляда на жизнь, оставаясь по-прежнему православными христианами из РПЦ. Потому что христианство приветствует познание Бога и созданного Богом мира, а противятся этому познанию мракобесы, которые используют невежество людей для удержания над ними власти и личного обогащения. На этом мы прощаемся с вами. С вами были Семьеведы-любители, Кален Платков и Лена Магадан. Подписывайтесь на наш YouTube-канал Платочек. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Если поставили дизлайк, напишите, за что дизлайк. Будем работать над ошибками. До встречи в следующих видео. До свидания. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok